Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема нашей сегодняшней лекции лечение периодонтита у детей. Диагностика периодонтита основывается на жалобы, анамнез витой и морбой, клинические данные, рентгенологические данные, электрометрические данные. Здесь приводится фотография периодонтита во временных зубах. Грануляция на временных зубах. Принципы лечения острого и хронического периодонтита постоянных зубов с незавершенным формированием корня, адекватное обезболивание, очистка поверхности зуба, изоляция от слюны, удаление пораженных тканей зуба, создание доступа к корневым каналам, обработка корневых каналов, пломбирование корневых каналов временными или постоянными пломбировочными пастами, временная повязка, динамическое наблюдение, при положительной динамике, постоянное пломбирование, динамическое наблюдение до стабилизации клинической и рентгенологической картины. При лечении апекального периодонтита необходимо оккупировать воспалительный процесс в околоверхучечных тканях и не допустить его разрастания, добиться восстановления костной ткани в очаге деструкции, стимулировать апексификацию у несформированных корней, обеспечить воспаление функций периодонта и исключить возможность негативного воздействия на организм. Гранулирующий периодонтит в постоянном несформированном зубе. Медикаментозная обработка каналов используется следующие виды антисептиков. Временное пломбирование Цель Антисептическое очищающее действие на систему корневого канала, антисептическое действие на очаг воспаления в периодонте, стимуляция регенераторной активности ткани периодонта и окружающей кости альвеолярного троска, изоляция канала при невозможности его обработки в одно посещение. Временное пломбирование Препараты временного пломбирования Гидрокиза, кальция, антибиотик, антисептики, кортикостероидные гормоны. Пломбирование несформированного резца Апексификация Если пульпа погибла, проводится лечение для достижения апексификации. Для этого гидроксидом кальций заполняют бескорневой канал. Корневую полость пломбирует цинкоксид эвгенолом и ставит герметичную временную пломбу. Не менее чем через 9 месяцев в области верхушки формируется мостик из твердой ткани, и канал можно запломбировать гуттаперчиевой пломбой. Здесь приведены фотографии апексификации. Методика Формирование донтического доступа Определение рабочей длины канала Очистка и формирование канала Обработка гипохлоридом натрия для дезинфекции Высушивания Пломбирование каналов временным цементом На основе гидроксокальция до верхушки или с небольшим выводением за апексное отверстие Восстановление коронковой части стеклоеномерным цементом или композитными материалами Динамическое наблюдение в течение 6-24 месяцев После успешной апексификации канал тщательно очищает и проводит постоянные пломбирования После апексификации нормального формирования корня не происходит Отмечается закрытие верхушки корня за счет дифференциации клеток Принадлежащей рыхлого-локресной соединительной ткани И отложения минерализованной ткани на границе с пломбировочным материалом Закрытие верхушки корня может быть частичным или полным Но всегда имеется небольшое сообщение с периапекальными тканями Поэтому необходимо выполнять обтурацию корневого канала Постоянным пломбировочным материалом, то есть гуттаперчем Спасибо за внимание